Каждый участник круглого стола выскажется о том, что его беспокоит в данной ситуации и как предотвратить подобные конфликты в Новосибирске в будущем. Потому что никто из нас не хочет, чтобы у нас подобные разборки происходили в вузах и чтобы наш город был славен подобными разбирательствами. Конфликт был не между Кристиной Кумеда и конкретно взятым представителем одной из народностей Дагестана Саидом Копиевым. Конфликт был устойчивой группы, которая осуществляла травлю одной девочки. К Кристине Кумеда были выдвинуты требования в грязной оскорбительной матерной форме. От нее потребовали, чтобы она привела своего отца, брата, друзей отца, которых дословно было сказано, что вот эти мальчики, не только дагестанцы, а и представители другой народности, публично на крыльце НГМУ от***т. Вот это было заявлено. Поссорились мальчик и девочка. Нет, устойчивая группа травила девочку. Мы требовали одного, чтобы именно с этих позиций возбуждалось уголовное дело, чтобы каждому участнику, кто плевал в лицо этой девочке, кто оскорблял ее матом, кто травил ее в интернете, это был не только Саид Копиев. Мы не можем предъявлять претензии всем дагестанцам, потому что сама Кристина говорит, что был, нашелся среди дагестанцев один мальчик, который, когда ее начал бить Саид Копиев, пытался его остановить. Мы просим объективного освещения в средствах массовой информации, чтобы никто не попытался извратить, передернуть эту ситуацию и вылить ее в том свете, в котором она сейчас вылита. Мы потребовали от действующих властей и от мэрии, и от властей города Новосибирской области, чтобы они организовали нам встречу с представителями старейшин. И именно не просто отвлеченно Дагестаном, мы сразу говорили, что мы пока на момент, когда мы пришли к НГМУ, мы не знали, какую народность представляет, например, Саид Копиев. Какое отношение имеет, значит, кто и кого, какими словами и куда послал. Мы изучали предыдущую всю переписку, и если на сто оскорблений матом и на сто разнузданных претензий в адрес всех мам, это казалось не только Кристины Кумеды, это казалось огромного количества людей, которые в переписке вступали в переписку и с Саидом Копиевым, и с другими ребятами. Когда взрослые мужчины пришли и сказали, у нас есть требования к властям, у нас есть предложения к старшим родов тех ребят, которые задействованы в этом конфликте, мы хотим встретиться, переговорить при посредничестве той же администрации области или мэрии. Мы готовы к этому диалогу, мы хотим разговаривать со старшими. Мы хотим, чтобы все виновные, вся группа, не Саид Копиев, а вся группа, каждый понес ответственность по действующему законодательству. И мы считаем, вот все мы, кто туда пришли, представители самых разных течений, мы считаем, что Саид должен извиниться. В том числе, друзьям Саида передали визитные карточки, телефоны, где было написано, кто эти люди. После чего, что последовало, какая реакция со стороны Саида Копиева. Он звонит уважаемым отцам нашего города, на матах забивает стрелу города, когда ему сказали, юноша, вот ты уже столько наколбасил, от тебя просто требуется, ты наделал глупости извиниться просто по-человечески. Пересмотревшись вот этих боевиков про лихие 90-е, он забивает стрелу тем, кто в этих лихих 90-х выжил. И город встал перед выбором. И это уже были не те 50 отцов, которые собрались перед площадкой, это уже был город. Город был. Город этот вызов принял, ему сказали молодой человек, ты скорее беги к своим старшим и объясни, что ты фактически пытаешься полуторамиллионному городу, это не Кандапога, ты пытаешься объявить войну от имени Дагестана. Вывезет ли весь твой Дагестан, что тебе скажут старши? Слава богу, что у мальчика хватило мозгов. Он побежал сначала в свой спортивный клуб, когда ему тренера и все сказали, Саид, ты не прав, беги быстрее, извиняйся. Беги, извиняйся, что ты творишь? Он побежал к своим землякам, которые ему то же самое сказали. Саид, бегом, беги, звони людям, отменяй там стрелы и прочее, извиняйся. Тренер спортивного клуба, там Копиев занимался джиу-джитсу, тренер спортивного клуба, и все спортсмены этого клуба лично приходили, приносили извинения Кристине, извинялись перед теми тренерами, своими коллегами, кому пытался забить стрелку и матом грязно нахамил этот Саид Копиев, они принесли все извинения. Правоохранительные органы не сделали ничего, мэрия города Новосибирска не сделала ничего, средства массовой информации, объективную информацию так и не выдают. Все сводят на конфликт мальчика и девочки. И полиция по этой же статье пытается что-то исследовать, пытается нас утащить, захваты в сторону. Вы несколько утверждений сделали, например, что это была группа людей, а не конфликт. У вас есть скриншоты, список этой группы? Есть. И это все будет в материалах уголовного дела. У вас есть оно? Вы представитель документа юридического? Фамилии есть, все, скриншоты. Вы их можете предоставить, показать? А для чего это следствие? Вопрос следствия. Хорошо. Второй вопрос. Вы утверждаете, что когда она вышла из полицейского участка, ей плюнули в лицо? Да. Это сделала тоже группа? Да. И не только дагестанцы, в том числе я называю армянинов-сепян. Вы читали переписку Кристины с Саидом Копиевым? Мы все читали до того года. Вы можете прочитать вот это и прокомментировать? Если Чукча знает только свой родной язык, бесполезно с ним разговаривать. Не, но вы считаете это нормально? Вот по этому поводу с Кристиной составлял разговор православный священник отец Дмитрий. Но, я еще раз говорю, если девочку сто раз матом всяко-разно оскорбили ее, ее мать и ее отца, и если в сто первый раз она ответила, для чего журналисты трясут этим скриншотом, а не всю предысторию всего этого видят? Евгений Юрьевич, я просто вопрос задаю. Я отвечаю. Мы все это до того, как к НГМУ сказали, все кроме этого, так? Мы все это, прежде чем принять решение выйти к НГМУ, мы изучили все, в том числе и переписку Саида с его друзьями. Евгений Юрьевич, она неоднократно подвергалась до этих событий, неоднократно подвергалась, значит, таким, скажем, ухаживанием. Глумливым. Как бы, да, глумливым ей предлагали разлить. Она очень такая, как за словом в карман не полезет, как бы отвечала всегда. Вот ее там оскорбляли постоянно, то есть предлагали различные способы, так сказать, с ними вступить в половую связь. То есть очень все вокруг половых этих отношений, все вертелось, все очень в нехорошем таком свете. И накануне событий вот этих 11 числа, значит, Саид Копеев опубликовал в своем, значит, под своей фамилией, под своей фотографией, фразу. Есть такая известная песня в интернете, можете зайти, проверить. Она называется «Люблю Аллаха одного, люблю других ради него». Там она и на английском языке, и на русском, и стихи, там вот такая фраза, она очень распространенная. Он ее изменил. Слово «люблю» он убрал и поставил слово «терплю». Получилось «люблю Аллаха одного, терплю других ради него». Вот этот пост вызвал, естественно, достаточно такую, как бы негативную, значит, шквал этих ответов. Вот Кристина поставила лайк, то есть щелкнула мышкой на слове «нравится», да, где вот этот был пост, обращенный к Саиде Копееву. В ответ она получила просто, на нее обрушились с бранью, которые начинались со славы, с фразы «Ах ты русская ш...», что ты тут себе позволяешь, кто тебе, значит, и так далее, и так далее. Постоянно во всех многих этих... Сейчас это все стерто, но у нее все есть, она нам показала. Естественно, она стала отвечать. В ответах, значит, с Саидом Копеевым у них получились взаимные оскорбления. На следующий день она сказала, что к ней в столовой подошли, сказали, что Саид тебя ищет, хочет, ну, улыбаясь, хочет тебя зарезать, там, ты там, ты еще живая. Она также отвечала, что да, еще живая, где же этот Саид, что же... Ну, в общем, в таком, опять ее, так сказать, подначили. Потом, значит, к ней подошел один молодой человек, значит, попросил ее выйти в фойе столовой. Вот, потом к ней подошла ее подруга, в этот момент, значит, подлетел Саид Копеев, схватил ее за шею, швырнул, значит, на землю, упав, значит, на кафельный пол. Значит, он ее стал пинать ногами, ну, не так, чтобы там избивать, как вот слово, да, он ее пинал ногами, значит, громко крича. В этот момент, значит, группа, которая, вот, сидела в столовой, вышла в этот холл, окружила со всех сторон с тем, чтобы никто не мог не подойти, не вмешаться. И одобрительными возгласами, значит, сопровождали все это, вот, действие. В этот момент, значит, подошел охранник и, значит, пытался вмешаться. На него вся эта вот группа Саид Копеев, значит, его послали, иди, а то сейчас сам получишь. Вот этот вот несколько секунд ей, вот, дала возможность, она вскочила и в туалет заскочила, закрылась. Это вот первый эпизод на этом. Так вот было, как она рассказывает. Вот, там она, значит, вытерла слюни с лица, который, значит, он ее оплевал там на полу. Значит, ну, ссадину свою тоже там вытерла. Вот, позвонила в полицию, вызвала полицию. Она надела куртку и пошла в там другой холл, где... В этот момент второй уже эпизод начинается, значит, опять эта группа, опять этот Саид, значит, на нее опять накидывается. Один из молодых людей Кавказской национальности остановил Саида, то есть, у него повис на руках, то есть, не дал ему совершить какие-то физические действия. То есть, подтверждается та информация, что он ее не бил, что она была в куртке. То есть, это вот второй эпизод, который произошел, и было много свидетелей. То есть, если в первом эпизоде свидетелей были фактически его друзья, которые окружили, и, не знаю, надо еще разбираться специально, они, так сказать, с тем, чтобы никто ничего не видел, или это... Снимали ли один это все на видео, она этого не может сказать. То есть, пришла полиция, забрала всех. Там, значит, у нее приняли, значит, заявление, что он ее, значит, избил, ее отпустили. Он остался в участке, она вышла на крыльцо, там ее встретила опять группа этих ребят, опять ей плевали в лицо, угрожали, требовали, чтобы она привела там какого-то своего мужчину. Она говорит, что у меня никого нет, он говорит, веди отца, веди брата, нам не важно, мы его, так сказать, вступим с ним в половые извращенные отношения. Вот, а потом он, значит, тебе должен будет научить тебя, как себя вести. Я написал Саибе Капиеву с предложением встретиться, как-то, либо с ним, либо с его представителями, друзьями, там, и так далее, ну, в общем, как-то попытаться, там, что урегулировать отношения. Значит, мне пришло письмо из Дагестана, подписал его председатель общественной наблюдательной комиссии Республики Дагестан, Гасан Айгунов, что он является как раз его защитником. Вмешался Ростислав, написал письмо, значит, президенту Абблатипову, приукрасив мотивы конфликта, люди Логинова действуют ради пиара, значит, вот, в общем, все вы тут, ну, как-то вот, он считает, что девушка далеко не из лучших нравов, вот, что он занимается правозащитной деятельностью. Подобные горе-защитники ни к чему хорошему, а молодежь не приведут. А как у нас дела действия Саида? Ну, он сказал, что мы осуждаем Саида за то, что он ввязался в этот конфликт, в какой бы форме это ни было. Позволил приложить руку на девушку, даже если это было спровоцировано. Для того, чтобы остальные эпизоды полиция могла расследовать, необходимо подать заявление, дополнение к заявлению, поданному ранее, ну, и провести объяснение, дать и так далее, и так далее. Вот, пока она сейчас находится на лечении, то есть, когда закончится лечение, у нее нервный срыв в связи со всеми этими событиями, вот, потому что отца здесь очень сильно запугали, так, что он просто ее, так сказать, в охапку схватил и ничего не слушая увез в народ, ну, в Казахстан. Мы не поступаем с ними, как с нашими детьми. Сейчас я вижу явный уклон, то, что Саид там и прочее, прочее, как бы, виноват там, хотя за него и спортсмены вступались, говорили, что он человек хороший там, и прочее. Давайте с этой стороны посмотрим и обратимся, может быть, я не знаю, как вот Евгений, как согласится или нет, сейчас со стороны Дагестана там или других там национальностей, это мы собрались здесь чисто для того, чтобы, как бы, свое самолюбие потешить и, ну, какие-то такие вот национальности. Я сам еще раз говорю, я все понимаю, я был, пришел, откликнулся и поддержал его, правильно сделал, как бы, дальше, я считаю, надо было остановиться и призвать остановиться и прокуратуру, которая вызывает сейчас Логинова, да, вот по этим вопросам. И, как бы, дать возможность немножко сбавить газу адвокатам девочки этой, потому что я понимаю, когда вы начинаете давить и вы говорите, ну, я же за вас, как бы, сказал, да, давайте будем честными до конца. Ну, и вы, типа, там, я уверен, что люди договорятся, и парень-то виноват, и чисто по вере, как бы, да, что, ну, не стоит, как бы, даже передергивать, да, раз ты такой, как бы, ну, себя, как бы, так, позиционируешь, да, и в то же время, чтобы видно было здесь для, ну, общественных деятелей, которые, обостренное чувство, там, национальной, там, справедливости, да, чтобы люди немножко сбавили газа. Ну, это не так все, как вот сейчас мы пытаемся накрутить. По большому счету, это бытовой конфликт. Кто-то использует момент, да, подогреем, значит, и будем использовать это. Понимаете, начинаем политизировать. У меня пятеро детей, 27 и 5 лет. Чего мы тут собрались-то и будем тут кичиться, что там, вот там люди, там, объясните, там. Мы, наоборот, начинаем, вот, белье, вот это вот называется, копание в грязном белье, самое натуральное. В конфликте не бывает, что один прав, другой виноват. С каждой стороны есть вина, с каждой стороны она где-то больше, где-то меньше. Как человек, вот, копеечка, да, Евсаид, он, как бы, его действия, я осуждаю. То есть по религиозным, смотрите, по религиозным действиям, то, что написали, то, что, как бы, сказали, то есть там, слово, там, вроде, идет текст, то есть, что всех я терплю, я люблю Аллаха и терплю только из-за того, что, как бы, его люблю, как бы, остальных. Человек, который верит, у которого есть вера в сердце, он свою веру, как бы, на показ не доставляет. У него это внутри, и это внутри каждого человека, и каждый человек сам выбирает, во что ему верить. А то, что, как бы, говорят, то, что относят, оскорбляют или что, от этого человека вера не уменьшается, не увеличивается, от этого он, как бы, никакое, как бы, ущемление не получает. Это действие, действие просто одного человека, который это все организовал из-за своей невыдержанности, из-за своего воспитания, которое он получил. И ни одно преступление, оно не связывается с национальностью или уже с вероисповеданием. Преступление совершает невидимых, это лично один человек, по своим мнениям, по своему решению. Действительно, это системная проблема, что в наших РУЗах формируются, как бы, этнические группы, которые оказывают влияние на своих сотрудников. Безусловно, это во многом, наверное, не столько межнациональный конфликт, сколько действительно конфликт бытовой, которому, в общем, придали такой межнациональный окрас. Но что мы сделали, что мы попытались, как бы, организовать? Первое, конечно, это письмо, которое направил Владимир Кыльев по деятельности охраны мединститута, почему вообще такая ситуация возникла. Второе, у нас сложилась непорочная практика, когда выходцы из некоторых республик уезжают к себе на родину с целью избежать ответственности за совершенные преступления. Это не только по Новосибирску, это из Москвы тоже ребята уезжают на Северный Кавказ, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности. Именно по этой причине было подготовлено обращение к главе Дагестана. К сожалению, мы на него получили ответ только в виде такого письма, что мы там, значит, что-то там кого-то обидели, неправильно изложили версию событий. Хотя там, в общем, была всего одна фраза, что человек совершил преступление, за которое он должен принести ответственность в соответствии с законом. Там не было даже слова, скажем, о межнациональном конфликте. Мне, на самом деле, очень печально, что в нашем круглом столе не присутствуют сотрудники правоохранительных органов, с которых, в общем-то, надо было бы и спросить, а что у нас в молодежной среде происходит, почему такие группы возникают и почему возникают в наших РУЗах подобные конфликты? Мы должны все гражданское общество просто потребовать, чтобы законы у нас на территории Новосибирской области, на территории России были одни для всех. И в любом случае, я считаю, что этот безобразный случай, он должен быть осужден нами. Вне зависимости от того, там, писала, что девочка не писала, ударить женщину, девушку, это вообще недопустимо. Я хочу сказать, что страну разрушили вообще не националисты, там, Суворов, Александр Третий, известные националисты, а демогоги, типа Дорбачёва. А разрушили они, потому что они не принимали никакие действия. А нужно, вообще говоря, пресекать все корни. А второй тезис, я можно закончить. Значит, второй тезис, который я хотел сказать, вот как это неудивительно, но в данном случае те, кто выступают за Кристину, они как раз интернационалисты, потому что она приехала к нам из Казахстана, а как раз Саид, он гражданин Российской Федерации. И третий, последний тезис, это уже, что нужно делать в этой ситуации. Понимаете, меня вот насторожил вот тот ответ, который был написан, из Дагестана прошел. А он означает, вот я его понял таким образом, что если свой, то на него уголовный кодекс не действует. Мы его будем защищать. Только потому, что он свой из Дагестана. Так вот, наша главная задача, все вместе, вот прекратить вот эту всю гемологию, значит, права человека там развернули. Я вот все вспоминал, когда вот здесь вы выступали, песню Высоцкого, значит, про алкоголиков, там где он писал, что давайте мне не будем нас осуждать, пускай нас учат семья и школы. Значит, нет, давайте вот, все закончится очень плачевно, на самом деле, в нашем городе. Нужно просто в независимости от национальности, в независимости от того, откуда он приехал, просто очень жестко потребовать правоохранительных органов, чтобы они выполнили все законы. Это будет показательный процесс. Если он у нас будет показательный, жестко по законам, открытый, то тогда у нас больше не будет никаких вот таких эсцинентов. Головное дело возбуждено, но Саид Копеев не виновен. В настоящий момент, видно, его не установлено, поэтому нельзя говорить, что он виновен. Идет сейчас доследственная проверка, вот, есть график... Возможено уголовное дело по какой статье? Уголовное дело в настоящее время возбуждено по статье 116 Уголовного кодекса Побоя, однако, пока что доступа к уголовному делу получить не удалось. Данное дело находится как раз на проверке в прокуратуре. То есть оно изъятое. И более того... И более того занимается предварительным следствием, дознанием... Нет, предварительным следствием... Даже к делу не будет никакого доступа до, так сказать, определенных моментов. Это неправильно. Данное дело будет расследоваться абсолютно в соответствии с законом. Вот когда... То есть адвокат сказал, что он жестко будет заниматься только этим делом, без всяких пресс-конференций, без всяких... То есть без всякой политики. Абсолютно, строго, четко по закону. Положение Конституции о том, что есть презумпция невиновности, никто не отменял. И говорить о нем, как о преступнике, наверное, рано. Очевидно, рано. Что касается возбужденного уголовного дела и компетенции правоохранительных органов, разобраться объективно, установить все обстоятельства, подлежащие доказану, необходимо дать время и возможность этим органам реализовать свои полномочия в рамках компетенции, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законом. Что касается того самого факта, имел ли он место, как его оценивать с точки зрения правовой квалификации, это преступление против основ конституционного строя и безопасности государства, 282-я статья, предусматривает в виде наказания более суровые, скажем так, методы воздействия, чем возбужденное уголовное дело, кстати, 116-я, по бою, предусматривает до двух лет решение свободы в соответствии с соответствующей нормой. Более того, та норма, по которой уголовное дело возбуждено, предусматривает в качестве квалифицирующего признака деяния, совершенные по мотивам религиозной, национальной и так далее подоплевки. Поэтому необходимо разобраться, в первую очередь, правоохранительным органом, а от представителей, скажем так, общественности, и сам отец, и брат сестры, и дядя трех племянниц, необходимо поставить перед правоохранительными органами задачу, наверное, сформулировав ее в форме депутатских запросов, либо иных, обращение от общественности, чтобы беспристрастное расследование данного инцидента носило характер публичности, а не закулисно пытались, значит, похоронить где-то в закулисе все эти, значит, факты. Что касается поведения вот этой девочки, я его не оправдываю и не осуждаю, но хочу напомнить, что в качестве смягчающего обстоятельства, учитываемое судом при постановлении приговора, считается и аморальное поведение, скажем так, потерпевшего. Поэтому надо дать возможность объективно разобраться здесь, запросить характеристики на этих лиц, дать оценку правовую, экспертную оценку той переписки, которая имела место, а после этого уже в случае наличия объективно признаков уголовно наказуемого деяния, предъявить обвинение в том объеме, в котором, собственно говоря, оно компетентным органами будет установлено. Вся эта ситуация, еще одна маленькая частность в большой череде конфликтов, которые волной туда-обратно гуляют по территории нашей страны. И мне не совсем понятна позиция здесь присутствующих некоторых участников, которые все это пытаются писать на элементарную бытовую. Если вот ссылаясь на расклад ситуации, которая была дана вначале, начиная там с лайка, да, когда говорилось про Аллаха, любви одного, терпевлю других, и потом на русскую шлю и так далее, то есть здесь речь идет именно о, на мой взгляд, межнациональном конфликте. И толерантному отношению российского общества естественно есть пределы, есть границы. На сегодняшний день ситуация объективно уже назрелая, что до такой степени, что нужно вырабатывать конкретный алгоритм решения данной проблемы на федеральном уровне. Депутат Вилько ссылается на то, что нужны законы. Они есть. Логинов требует их исполнения. Здесь все просто. Нельзя говорить о том, что этот парень так или иначе, там, нехотя, аккуратно, уложил и группа людей работала, группа людей целенаправленно, значит, добивалась того, чтобы показать свое превосходство. Что настораживает? Это система. Это становится системой. Мы к этому относимся уже спокойно. Никто этому не удивляется. Пытаемся списать это на какие-то бытовые. Мы, безусловно, мы всячески, позиция нашего вождя Владимира Вольфовича, да, абсолютно четкая, не разжигать ни межнациональную, ни межрелигиозную рознь. Всеми доступными способами уходить от этих конфликтов. Они выпячиваются не случайно. Не зря вот мы здесь все говорим, что мы отцы, но у меня есть еще один статус, кроме как отца. Я являюсь преподавателем уже больше 15 лет, именно юридических вузов. И меня что самого поражает и как отца, и как преподавателя, дело в том, что я постоянно общаюсь со студентами, прохожу через группу студентов, которые там курят, отдыхают в переменах и так далее. Так вот, то, что мы читаем в этих скриншотах, они так разговаривают. Так разговаривают наши с вами дети. И речь идет не конкретно о кумеде, не конкретно о саиде. Речь идет о том, что наши дети, к сожалению, привыкли изъясняться именно таким образом. Но кто такие дети? Дети – это слепки взрослых. Таким образом, это наша с вами вина в том, что происходят такие вещи. Они сначала позволяют себе делать такие вещи в онлайне, потом все это переходит в оффлайн, в том числе и в результате всяких разных группировок. Я полагаю, что одним из способов возврата наших детей в более-менее нормальное русло – это как раз будет какая-то совместная работа. Я вот как, опять же, преподаватель-юрист, когда я начинаю рассказывать своим студентам о том, что есть там государство, законы, депутаты, большинство студентов смеются мне в глаза. Они говорят, наши депутаты – они никто. Уважаемые депутаты, приходите к нам в аудиторию, покажите нашим детям, что власть и государство действительно того стоят. Средства массовой информации. Когда я открываю колонку любых новостей каждый день, я что вижу? Убили, задавили, избили, подожгли и так далее. 70% всех новостей, которые сваливаются в интернете как раз на наших детей, это то, что все плохо, зарезали, ограбили, избили, разбили и так далее. То есть они смотрят, они видят – это норма. Все так живут, когда мы открываем обычный новостной сайт, не криминальных роликов. Поэтому у меня очень большая просьба именно к нам, ко всем, как к концам, давайте приложим все усилия для того, чтобы погасить существующие очаги в нашем обществе. То, по поводу чего мы сегодня собрались, это повод. Это всего лишь один из элементов, который, к сожалению, превалирует каждый день все больше и больше в нашей с вами жизни, среди наших детей. Спасибо. Спасибо.